МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9300-370-6363 работает Вайбер, Ватсап и Телеграм. Пожалуйста, пишите. Кроме того, не забывайте присоединяться к нам в наших информационных сетях. Например, в ВК, например, в Дзене, например, на Рутюбе. Там наша сеть называется первая главная. Ну и, конечно же, наша страничка на портале. Смотрим, заходите, слушайте и смотрите наши передачи. Ну и Телеграм-канал. Как же я мог забыть, Вести ФМ+, там все самые последние новости. Ну что ж, накануне прошла пресс-конференция, совмещенная с прямой линией. Одной из тем, конечно же, стала Олимпиада. Наш спорт и не могла эта тема не стать одной из главных. Что сказал Владимир Путин по поводу участия наших спортсменов в Олимпиаде? Я поддерживаю то, чтобы наши спортсмены ехали. Но надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Ну а МОК выдвигает тем временем все более и более жесткие условия. Вот, например, раньше, несколько дней назад, Международный Олимпийский комитет сообщил, что на отбор прошли 6 спортсменов из России, вернее, 8 спортсменов из России. А вчера уже это число увеличилось с 8 до 6. Почему? Ничего не объяснено. И вот новость тоже буквально последняя. Всемирное антидопинговое агентство призвало антидопинговые организации ввести биологические паспорта для россиян, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде 2024 года. Мы еще подробнее об этом и говорим. Но если говорить общо, то это такой документ, в который заносятся данные об обследовании спортсмена на протяжении длительного времени. То есть он там сдает анализы на протяжении месяцев, лет. И все они наносятся в биологический паспорт. И в итоге все эти данные позволяют, по словам ВАДа, оценить, принимал ли допинг спортсмен или не принимал. Вот, как вы думаете, надо ли нам участвовать в Олимпиаде при всех этих условиях? Пожалуйста, голосуйте в мобильном приложении. Я уже запустил это голосование. Позже подведем итоги и пишите, конечно же, свои комментарии на наш портал. Интересно в этом во всем. Вот этот биологический паспорт. Ну хорошо, они там проверяют по поводу допинга. Есть допинг, нет допинга. Но ввиду последних, так сказать, изменений и веяний в мире, а там вот пол каким-то образом в этом биологическом, хочу заметить, паспорте, будет отмечено? Это вообще мужчина, женщина выступает? И нет ли в этом какой-то дискриминации с точки зрения европейского права? Ну, по крайней мере, с точки зрения России, россиян, дискриминация существует. И многие спортсмены наши отказываются добровольно. Причем отказываются ехать на Олимпиаду. Но другие заявляют при всем при этом, что нет. Это участвовать все же надо, потому что спортсмены, они готовятся к этим соревнованиям всю жизнь. И это было бы несправедливо, не дать им такую возможность выступить на играх. Давайте поговорим с человеком, который знает об Олимпиаде не понаслышке, который участвовал и даже побеждал в играх. К нам присоединяется первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по коньковежному спорту Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый день. Вот каждый день появляются какие-то новые условия, новые препоны. Как вы думаете, при всем при этом, надо ли стремиться к тому, чтобы ехать в Париж? Вы знаете, во-первых, я считаю, что мы не должны сейчас, я вот даже вчера такую, ну, знаете, такую метафору сказала, не знаю даже как сказать, сравнение, да, вот поставить сейчас спортсменов на Красную площадь и сказал, пожалуйста, рассчитайтесь на первый и второй, скажите, едете на Олимпиаду или нет. Вот как раз вот, ну, скажем, вот это делать не нужно, потому что, во-первых, понятно, что никто не понимает, кто из них едет, кто не едет. И сейчас может спортсмен любой сказать, что я там не еду, потом его никто и не допускал и так далее. Да, ну, то есть вот не надо разделять, потому что они, в общем-то, озабочены тем, кстати, со мной согласен, ну, согласно, вот Михаил Майошвили тоже сказал, что это специально делать для того, чтобы расколоть наше общество, да, что вот мы сейчас обсуждали это, на самом деле, что пока обсуждать нечего, да, есть какие-то люди, да, возможно, они будут участвовать, нет, скорее всего, это теннисисты, скорее всего, 8, почему, потому что вместе, видимо, с белорусскими теннисистами нас сосчитали. Потом, соответственно, может и не этих ребят не быть, хотя не факт, да, скорее всего, конечно, теннисистов все-таки допустят. А, кстати, одна из причин, не только потому, что они там не поддерживают якобы там СВО или не состоят в силовых структурах, они являются там динамовцами или цисковцами, а в первую очередь это не финансируется из бюджета страны, потому что, давайте говорить честно, все, кроме теннисистов, финансируются, они действительно не финансируются, потому что соревнования, которые являются отборочными для Олимпиады, это коммерческие соревнования, и поэтому они оплачивают их полностью сами. Мы, ну, наша страна никогда не оплачивала ни Уимблдон, ни Раван Горос. То есть, понимаете, что это, действительно, они попадают под этот критерий, который выставил МОК. Все остальные, к сожалению, спортсмены практически всех наших федераций, этот критерий преодолеть не смогут. Поэтому, в общем, разговор-то пока и не стоит о том, что мы допущены. Поэтому почему президент и настаивал на том, что в данный момент времени надо изучать это все, и, скорее всего, во-первых, мы никуда и не попадаем, и не стоит, наверное, здесь копья ломать, и наше общество затачивает на то, что давайте сейчас тех спортсменов будем проверять на патриотизм, хотя они еще никуда не едут, ну, в принципе, вообще. Поэтому я согласна с президентом, они же тоже настаивают на том, чтобы сейчас президент, например, запретил. Они очень хотят, что в свое время, помните, ряд политиков своим спортсменам реально запрещали во время бойкотов, и потом они эти политики в своих немомерах говорят, что мы сожалеем, что это сделали, это неправильно, спортсмены должны были совершать, едут они или нет. Ну, вот наш президент правильно абсолютно делает, потому что из него хотят сделать, ну, как бы, тирана, да, вот сейчас хочет запретить спортсменам поехать. Они, ну, как бы, а он не ведет на эту ситуацию. И что спортсмены сам понимают, взрослые люди все знают и понимают, знают, что сейчас происходит на СВО, чувствуют настроение людей рядом, болельщиков своих, которые, знаете, ради которых они выступают, в том числе вообще-то, а не только ради себя. Поэтому в этом отношении вот эти все за и против надо будет взвесить и понять, что будет, например, к июню месяцу. А вдруг будут мирные переговоры с Украиной? Так, Светлана Сергеевна, я надеюсь, что вы все-таки с нами, потому что связь ухудшалась, ухудшалась. Я так понимаю, что вы в дороге, и поэтому связь ухудшилась окончательно. Я надеюсь, что мы... Слышно меня? Вот сейчас, да, да, да. Да, ну, я вот не знаю, в каком моменте пропало, но, по крайней мере, вот я сказала, что... Вы сказали, что, возможно, на Украине перемены и непонятно, что будет к лету. Да, конечно, и в этом отношении вы же понимаете, что тот же Томас Бах, я совершенно уверена, как только мирные переговоры с Украиной будут подписаны, гимн-флаг все вернется практически в один день. Думаете? Потому что вряд ли говорят, что санкции отменят так быстро, что бы там ни было на Украине. Со спортом по-другому, может быть? Конечно, потому что если они претендуют на то, что это вне политики, они должны это сделать. Потому что, похоже, давайте говорить честно, в истории же уже мирового спорта было. И Вторая мировая война, и Первая мировая война, когда ту или иную команду отстраняли. Но также возвращали достаточно быстро после окончания всех там боевых действий. Скажите, пожалуйста, Светлана Сергеевна, ну вот для спортсменов участие в Олимпиаде, это что? Вот говорят, это дело жизни, спортсмены к этому готовятся всю жизнь. Действительно, это такая большая трагедия, если вдруг спортсмен пропустит Олимпиаду? С одной стороны, да, конечно, потому что это все-таки соревнования не... Вот сейчас они стали политические, но по большому счету... Ведь это же исторические соревнования, это греческие игры, олимпийские. Так что вот этот огромный объем больших культурного наследия, которому присоединяются спортсмены, не только как спортивному соревнованию, как еще вот такому значимому мероприятию, которое идет через тысячелетия, давайте говорить честно. Поэтому понятно, что для спортсмена вот это крайне важно. Но могу сказать, что, конечно, и важно, ну скажем, тот статус, который получают спортсмены, потом как он этим пользуется в любой стране, давайте говорить честно, да, не только в нашей стране, но в каждой, любой стране, это определенный социальный лист. Поэтому если, например, мы же понимаем, что у нас, если наши спортсмены не поедут, будут игры дружбы, и их практически приравняют по статусу к Олимпийским играм, по тем гарантиям, которые дают спортсмены в будущем, да, что они будут всякими же олимпийскими чемпионами для нашего государства, как если бы они поехали в Париж, тогда какие-то моменты сглаживаются. Поэтому почему такой статус и предан этим соревнованиям уже сейчас? И почему так мог, переживая за это? Но ведь действительно уже случаев, то, что выступление под нейтральным флагом было предостаточно, не только во время каких-то войн. Вот последнее, что мне в голову приходит, это, по-моему, Кувейт в Арио-де-Жанейро, да, выступал под нейтральным флагом. Там спортсмены поехали, а потом Кувейт просто подал в суд там на какую-то сумасшедшую совершенно сумму, там больше 800 миллионов долларов на Олимпийский комитет, вот по ущербу, так сказать, для репутации и всем прочим. При этом и спортсмены поехали, и страна каким-то образом, в общем, отстаивала свою честь и достоинство, так скажем. Ну вот я Путин, я здесь процитирую, вчера сказал Светлана Сергеевна Владимир Путин, под каким бы флагом наши спортсмены не выступили, все и так знают, что они представляют Россию. Но вот действительно так важно, чтобы звучал гимн, чтобы был флаг, или все-таки важно самоучастие, и все равно весь мир действительно понимает, кто это выступает. Во-первых, конечно, важно, во-первых, все понимают, да, давайте говорить, потому что это спортсмены же достаточно известные, это спортсмены-ведущие. Кстати, президент именно на это тоже настаивал, что, скорее всего, просто убирают соперников, да, которые могут претендовать на золотые медали и отбирают их, грубо говоря, у тех же там американцев, которые всегда претендуют на первое место в командном зачете, соревнуются там с китайцами и так далее. Поэтому в этом отношении это один момент, и, конечно, все знают, кто есть кто. Во-вторых, тоже, кстати, президент говорил про коммерческую составляющую, но вы же понимаете, отчасти, даже если мы возьмем хоккейный матч, вот что будут делать организаторы, соответственно, и плачут на показ на Олимпиаде хоккейных матчей, если там не будет, например, НХЛовцев, да, ну и в целом наших спортсменов, потом еще и американцев и канадцев. Ну, реально этот турнир становится не таким интересным, как, например, мы практически же не знаем, кто выступает и кто становится олимпийским чемпионом в футбольных баталиях на Олимпийских играх, потому что там тоже статус этого турнира, ну, он не такой высокий. Но в ряде видов спорта, несомненно, это эпифиоз, это пик соревнований, это где приезжают лучшие из лучших, где, действительно, это потрясающе интересно смотреть. И, конечно, Олимпийский комитет всегда добивается, чтобы это было именно так. Поэтому вот теннисная федерация, они молодцы, они в этом смысле понимают, что для них крайне это важно, чтобы там были русские и белорусы, и тогда эти соревнования становятся легитимными, они становятся действительно соревнования лучшие из лучших Олимпийских игр. И так же, как у Моболдони или там на Австралии Новопен. Поэтому в этом отношении, вот видите, одна федерация, которая вот держится, это вот теннис. А про нейтральный статус мы тоже выступали, но вы знаете, вот разница очень большая между ситуацией сейчас и там трехлетней давности. Мы тогда завуалирована, это была политика, но все-таки основная претензия нам была, это коллективная ответственность за тех, кто нарушил. А все-таки нарушения были. Да, их не было в том объеме, который нам предъявляли, но все-таки они были. Поэтому это немножко другая ситуация. А сейчас нас хотят, знаете, чтобы спортсмены возмущались, чтобы спортсмены уезжали. Их специально вот этот статус нейтральный дают на фоне СВО. Что вот там ребята ваши гибнут, а вы вот тут вот спортсмены. И вот заставляют спортсмена начать как-то резонировать, пока ребята наши держатся. Видите, ну там, я не скажу, что прям массовый исход какой-то, особенно лидеров произошел из страны. И, в общем, пока в этом смысле все нормально. А вы осуждаете тех, кто уехал? Слушайте, ну, знаете, вот это тоже очень интересно. Сейчас, да, наверное, вот в этой ситуации осуждаю. А, знаете, а пять лет назад мы их не осуждали. Мы говорили, ну да, это их возможность. Возможность поучаствовать в соревнованиях. Потому что, во-первых, знаете, тут удивительная вещь. Если мы сейчас с вами задумаемся, кто из уехавших вообще за всю историю нашей страны, России, стал олимпийским чемпионом, мы их сосчитаем реально по пальцам. Они едут туда для участия. Они в любом случае, большинство из них не становятся олимпийскими чемпионами и вообще не поднимаются на подиум. Они просто действительно уезжают в те страны, где маленькая конкуренция, но и, в принципе, откуда они все равно не становятся победителями. И причем в большем случае, заметьте, все, кто все-таки стал олимпийскими чемпионами, это те, кто продолжал жить в России, готовиться с нашими тренерами и с нашей сборной. Вот тот и стал олимпийским чемпионом. Так что сейчас это невозможно, вы понимаете, да? Это сейчас не получится. Сейчас кто уехал, он уехал, уехал, все. Да, но для того, чтобы стать олимпийским чемпионом, надо участвовать в Олимпиаде, как минимум. А вот этот вопрос как раз у нас подвешен. Вот Галина пишет. Это правда. Ехать нельзя, аргумент, что спортсмены всю жизнь готовятся к Олимпиаде, несостоятельные, мобилизованные тоже всю жизнь готовились не к войне, у них тоже были свои планы и устремления. Вот, в общем-то, распространенная такая аргументация, вот что на это можно ответить. Именно так я тоже и думаю, потому что когда все-таки был допинг и нейтральный статус, я сказала, что это была коллективная ответственность немножко за другое. А сейчас все-таки наша коллективная ответственность заключается в том, что правда мобилизованные и ребята по контракту, тот, кто там находится, они не поймут и не понимают, почему это разделяется, что спортсмену всю жизнь тренировался и сейчас не поедет, а вот мы должны там быть и защищать родину. Поэтому если уже защищаешь родину, то тут защищать надо ее по всем фронтам. Поэтому тут вот этот момент, аргумент очень веский, очень правильный, и я с ним соглашусь. Поэтому ребятам есть игры дружбы, и они должны выступать на них в нашей стране. И я уверена, что приедет достаточное количество стран, и этот статус соревнований будет очень высоким. Что бы мог там не пытался запрещать, запретить он их не может. Ну хорошо, вот есть тоже распространенное такое мнение по поводу того, что с одной стороны спортсмен готовится к этому всю жизнь, но с другой стороны ведь и государство, спортсмены этого готовят всю жизнь, и тоже вкладывают в него, там и тренерский состав вкладывается по полной программе, и строится инфраструктура определенная, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, так как для страны это тоже некая честь и престиж, то все-таки спортсмен не только свое имя вписывает, но и тот флаг, который, под чьим флагом он выступает, это тоже ведь важный момент. Вот насколько с этой... Сто процентов, причем, вы знаете, ну для меня, например, лично, это была дополнительная мотивация, дополнительная, знаете, какая-то поддержка, что вот у тебя флаг есть, родина, за тебя болельщики переживают. Это крайне важно. Почему-то я и говорю, что люди, которые уехали, честно говоря, большинстве своим ничего не добиваются, потому что вот эта связь теряется. В той стране, к которой ты приехал, ты для них все равно чужой. Ты туда приехал на время как легионер. И, скорее всего, многие потом возвращаются, на самом деле, не теряя российского гражданства. Поэтому вот сейчас это совсем все по-другому. И вот вы правильный аспект отразили, потому что задают нам вопрос, как на законодательном даже уровне, например, просить их в компенсацию за то, что они уехали, да, их готовили, а сейчас в такой ситуации сложной и непростой для страны они вот ее покидают. Но, видите, я считаю, что с юридической точки зрения предъявить им за все годы предыдущие почти невозможно, а вот уже новые контракты, заключая со спортсменами, например, тоже Министерство спорта, может прописать этот пункт, что если вы вдруг захотите вот в этот момент сложный для Родины куда-то уехать, будьте любезны, все-таки компенсируйте затраты на вас. Спасибо вам большое. Первый заместитель председателя Комиссии Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. На вот мнение президента Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики Ирины Винер. Дело в том, что я выступала на госсовете, когда его вел Владимир Владимирович Путин по приезду из Китая. Я там все сказала. Я сказала, что это очень унизительно и принципиально невозможно выступать в таких условиях, с такими требованиями. Каждый день выдвигаются новые требования, которые больше и больше унижают достоинства и честь российских спортсменов. И совершенно прав Владимир Владимирович, который сказал на последнем выступлении о том, что если не допускают команды «Динамо», СССР, которые давно не являются для спортсменов никакими политическими обществами, просто хотят отсечь лучших наших спортсменов. И потом в художественной гимнастике голубая форма для всех видов программы, белые предметы. Это что? Сдаюсь, руки поднялись в белом флаге. Нету гимна, нету зрителей. Мы привыкли, что у нас зрители, что они машут российскими флагами. Самая популярная песня всегда на чемпионатах мира, да и олимпийских игр, это гимн России. А сейчас ничего этого нет. Нету флага. Ну как это? И даже концерт Чуйковского и то отменили. Да и музыку, которую мы берем для своих программ, тоже должны прослушивать, чтобы она ничего не напоминала о России. Я считаю, что это слишком унизительно для нашей страны. Художественная гимнастика на таких условиях не поедет. А все остальные, я за них говорить не могу. Может быть, в других видах спорта, в других федерациях, более другие требования к тем спортсменам, которые будут выступать на Олимпиаде. Но уже одно то, что не допустили командные виды спорта, применяя это неприемлемо, потому что чем хуже спортсмены, те, которые играют в волейбол, или художественные гимнастки, которые стоят в групповых упражнениях, чем те, которые выступают в индивидуальной программе. То есть искусственно созданы все такие условия, чтобы мы или выступали плохо, или выступали в унизительном, в совершенно вынизительном виде, или не выступали вообще. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Напомним, что у нас голосование запущено в мобильном приложении. Надо ли на России участвовать в Олимпийских играх в Париже? Пожалуйста, голосуйте, подведем итоги. Чуть позже мы еще к этой теме вернемся после новостей. Да, но вообще на самом деле, допустим, даже запрещают флаги, запрещают форму, но при этом даже я помню за последнее время множество различных примеров, когда болельщики других стран выказывали свою солидарность. Я помню, сербские болельщики, по-моему, как раз у теннисистов запретили там использовать российские флаги РСНам, они развернули российские флаги, причем даже с портретами Путина и прочее, и сказали, что нет, нас это не устраивает, вы запрещаете им, мы тогда вместо них будем разворачивать эти флаги, то есть флаги. То есть поддержка-то, в общем, есть, и люди понимают, что к чему. Опять же, для того, чтобы эта поддержка была, нужно доносить свою позицию. Мне кажется, доносить ее нужно любым достойным образом, в том числе и через участие в Олимпиаде. Если вам говорят, вы не будете участвовать, и мы складываем ручки, и говорим, ну, окей, мы никуда не поедем, нас просто там не видят, нас просто там не знают, нас просто там не слышат и не услышат, потому что возможности услышать нет, нас там нет. А если все-таки мы пытаемся там участвовать через все препоны, то тогда мы имеем, по крайней мере, возможность эту позицию донести. Прервемся и вернемся через новость. Лейтмотив Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова